Развязку на северном обходе Ростова в районе Щепкина начали создавать прошлое весно и сейчас ее строительная готовность больше 40 процентов. Уже проложены водопропускные трубы, завершается устройство земляного полотна, приступили к дорожному покрытию. Укладывают бортовой камень, ставят опоры освещения и монтируют шумозащитные экраны. Гулы машин не будет слышно на 7 километрах трассы. Сейчас на объекте идут работы по устройству верхнего слоя основания путем холодной регенерации, устройство плиты из органно-минеральной смеси. С наступлением благоприятных погодных условий мы входим в активную стадию реализации объектов. На сегодня строительная готовность уже превышает 40 процентов. Сейчас на объектах задействовано более 150 единиц техники и более 430 сотрудников компании. После реконструкции Щепкинская развязка станет двухуровневой. Будет съезд в Ростов и в поселок Щепкин. Четыре полосы движения, транзитный транспорт пойдет по второму уровню. У северного обхода Ростова сейчас очень высокая загрузка, так как он соединяет две федеральные трассы М4 и Новороссию. Родионовская развязка также будет двухуровневая, со съездами на Ростов и Новошахтинск. Обе эти развязки – часть северного радиуса в составе ростовского транспортного кольца. После запуска развязок его пропускная способность вырастет до 35 тысяч автомобилей в сутки. А замкнуть кольцо должна западная хорда. Сейчас строится ее первая часть – от развязки на девятом километре трассы Ростов-Таганрог до улицы Совхозной. По сути, это дублер улицы Малиновского для большегрузов. Данная автомобильная дорога протяженностью почти 5 километров включает в себя 5 искусственных сооружений протяженностью более 700 метров и 4 двухуровневых транспортных развязки. В том числе эти развязки расположены в створе улицы Малиновского и улицы Даватора и распределяют транспортные потоки в двух направлениях. Развязки строятся по графику, а западная хорда вдвое быстрее, чем заложена в проекте. На все объекты гарантия 8 лет, ведь слой дорожной одежды здесь 70-80 сантиметров. К сентябрю дорожники сдадут все три объекта, а это три участка дорог первой категории с четырьмя полосами движения, освещением, барьерным ограждением и шумозащитными экранами в зонах жилой застройки. И ростовские улицы заметно разгрузятся. Ростовская агломерация расширяет свои границы. Начинается застройка Левенцовки-2. Второй неважный вопрос – это выход весь транзитного транспорта за бредила города Ростова-на-Дону. Третий вопрос – это значимая транспортная доступность. По Ростовскому транспортному кольцу у нас доступны всех населенных пунктов. Тем более, у нас ходят 12 региональных дорог в этот состав. Это ускоряет маршрут движения. Второй этап западной хорды – магистральная улица первого класса протяженностью 7,5 километров, также с четырьмя полосами движения. Будут возведены четыре эстакады и путепровода, три транспортные развязки и надземный пешеходный переход. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.